Музыкальный перекут В тихих лугах его оставлю Нарву цветок и подарю ей Той девушке, которую люблю Нарву цветок и подарю ей Той девушке, которую люблю Я ей скажу с другим доедем О наших встречах позабыла ты И потому на победе во вне Возьми вот эти скромные цветы И потому на победе во вне Возьми вот эти скромные цветы Она возьмёт, но снова в поздний час Когда от вас спущается и грусть Она пройдёт, не поднимая глаз Не улыбнётся даже не пусть Она пройдёт, не поднимая глаз Не улыбнётся даже не пусть Я буду долго ждать велосипед В тихих лугах его оставлю Я лишь хочу, чтобы взяла в руке А девушка, которую люблю Я лишь хочу, чтобы взяла в руке А девушка, которую люблю Я лишь хочу, чтобы взяла в руке Я лишь хочу, чтобы взяла в руке Я лишь хочу, чтобы взяла в руке Роля 1952 года Окончил музыкальную школу Профессиональную работу Музыканта начал в ВИА «Москвичи» В 1973 году До 1976 года в вокальном инструментальном ансамбле «Весёлые ребята» Далее сочинский ВИА «Жемчуг» В 1979 году создаёт вместе с Владимиром Кузьминым Группу «Карнавал» Первый магнитный альбом «Супермен» 1981 год В 80-х годах им написано более 100 песен Песня «Букет» Лучшая песня телевизионного конкурса «Песня 87» До сих пор выступает на эстраде Итак, добрый вечер, Славутич Сегодня у нас в гостях Как вы видите, звёзды российской эстрады Я бы назвал их звёздами советской эстрады По старой привычке Но это сейчас зарубежные гости Советская, советская Советская, да? Вы узнали Александр Барыкин Это, ну, звезда первой величины российской эстрады Значит, рядом с ним Гоша Барыкин Звезда второй величины российской эстрады И группа «Люберцы» Или город «Люберцы» Как мы поставляем? «Люберцы» 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 Просто «Люберцы» Хорошо Значит, у меня много вопросов непосредственно к Александру Потому что, раз он звезда первой величины То, сами понимаете, со звездой будем общаться А потом, я так понимаю, что, может быть, много вы что-то для себя нового узнаете Только мы Может быть, да? Конечно Тогда начнем с самого начала Вот, я знаю, ты родился в Сибири Да А потом переехал в «Люберцы» Потом отец переехал в «Люберцы» А отец здесь переехал Но «Люберцы», насколько мне известно, это не совсем благонадежный район в Москве И, по идее, ты должен был стать исполнителем блатных песен По идее? Да А ты стал совершенно другой Ну, это судьба уже Я просто очень полюбил «Битлз» А это все-таки музыка из, как сказать, из полусредненных и интеллигентных таких слоев В Ливерпуле Любишься, Ливерпуль, знаешь А, понятно И большое влияние оказали «Битлз» и «Роллингстоллз» Значит, это музыка, которая совсем не похожа на нашу застольную, славянскую, как говорится На нашу советскую, деланную музыку Эта музыка не делана, она именно придет из сердца И это новая музыка А все новое меня всегда прельщало Потому что я Водолей познакомил Все новое Хочется всего нового Свободы И вот эта свобода меня прельстила И я не хотел замыкаться на блатных песнях И уехал в Москву И уже где-то с 15 лет меня в «Люберцах» никто не видел Я был сегодня в Москве с ребятами в Москве, репетировал Клуб «Энергетик» Клуб «Красный текстильщик» Саша Булдаков, у меня был дружок, гитарист Сеня Хес, такой бас-гитарист У нас была в Москве группа В «Люберцах» у нас даже была группа «Аллегро» Но мы работали все время в Москве Кафе «Морозка» То есть постоянно в Москве вообще И поэтому я не застрял там в «Люберцах» Вот в этой «Люберцах» Ну а потом пошел в армию А потом после армии сразу Опять же веселые ребята поступили на работу Вот так Понятно Хорошо, вот мы коснулись к теме «Битлз» А кто из «Битлз» тебе больше нравится? Хотя вот внешне, если взять вот Ты очень похож на «Маккарта» Ну вот так визуально, да Да, визуально, конечно Вот вышла недавно книга о «Маккарте» Я посмотрел, ну «Варукин» Что же «Маккарте» А из «Битлз» мне больше всего импонирует Джордж Харрисон Ясно А ты помнишь, что это «Маккарте» Когда ты впервые освоил гитару Ну так уже прилично Ну это прилично где-то уже было Когда я начал Я веселых ребят играл Играл аккомпанирующую гитару и пел А потом я уехал в Сочи И играл в ресторане И вот там я научился играть на гитаре Потому что меня заставили играть соло Ну и некому было играть Мне дали Джипсон Там гитару хорошую Я играл там Квакушки всякие И меня там научился играть соло Именно в ресторане Нет, а вот вернемся немножко назад Вот именно просто акустическую гитару Когда ты впервые взял Воздух Ой, это было очень давно Это Я начал играть на гитаре в 14 лет Первые аккорды я взял в 13-14 лет Попробовал В конце 15-го года я уже знал много аккорнов Пел песни там разные Туристические, блатные там Понятно А в 16 лет у нас уже была хорошая группа Профессионально мы играли Музыку Ventures, Shadows, Rolling Stones Уже играли, все снимали Профессионально уже играли Группа была в Люберс, Аллегра Вот И мы, знаете, периферийные группы Особенно москвичи не любили пускать туда Но наша группа настолько была, так сказать Профессионально подготовлена, что и Удивили и вас к мотору Хорошо Посмотри Вот если последить за твоей карьерой Значит, группа москвичи Под руководством Юрия Слопоткина, правильно? Веселые ребята Тот же Юрий Слопоткин Да, да Ресторан «Жемчуг» Почему? Она наела Пригибаться надоела Потому что Мы же играли До армии Я играл в музуку какую хотел А после армии я попал под влияние Я люблю свободу Еще раз говорю Когда я попадаю под влияние Мне говорят Надо петь то, надо петь это Я всю жизнь боролся Вот как Тальков боролся Но только он об этом много говорил А я ничего не хочу об этом говорить Бороволись, короче Вот А. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра! Завтра! Девять часов, золотой ключик, короткометражный сюжет О том, как планировать лучше семейный бюджет От великого до смешного один шаг Шахматную школу собирает Авербах Нет, 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 мы хотим сегодня Нет, 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 мы хотим сейчас Нет, 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 мы хотим сегодня Нет, 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 мы хотим сейчас Здравствуйте, товарищи! Продолжаем программу телепередач На завтра На завтра Завтра вы увидите То, что никогда не видели Это будет завтра Завтра Пять часов Математика и досуг Любовный треугольник и заколдованный круг Завтра Пустина путешествий Покажет вам Золотые горы и банановые острова Нет, 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 мы хотим сегодня Нет, 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 мы хотим сейчас Нет, 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 мы хотим сегодня! Товарищи, внимание! По техническим причинам, тхение программы «Телепередач на завтра» переносится на завтра. Нет, 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 мы хотим сегодня Что говорить, играли музыку хорошую Но только в ресторанах К сожалению И там можно было достичь какого-то уровня Какого-то творчества Потому что в жемчуге мы играли Но тогда не было Как сейчас в ресторане Там поют песни Мы тогда играли одну фирму И люди за это платили деньги Это было хорошее время Мы пели итальянскую музыку Аба была, биджиз Все, что модно было в те времена Стив Вантер И все играли И за это люди еще платили деньги Такие были люди Понятно, но у тебя же были уже свои песни Ты писал, а в ресторане ты не разгонишься Почему? У нас была программа Со своими песнями Мы в Сочи давали концерты Именно со своими песнями А потом я приехал В Москву немножко поработал Это в 78-м году В селых ребятах И сразу сделали мы карнавал Кузьмин работал в самоцветах Я работал в селых ребятах Мы поехали на гастроли Там сговорились в номере Буквально через три месяца Я только говорю Ребята, я поиграл в ресторане Я почувствовал, что это такое Что вы будете гнуться здесь всю жизнь И мы уволились просто никуда В Камбак опять же пошли Но параллельно с Кабаком Мы сделали целую огромную Двухчасовую программу карнавала И тогда выскочили А если бы я этот Своей авантюрой не подписал Во всех Соскочить в самоцвет В веселых ребятах Вот болдыревая травма До пауза я стянул Вообще Извини меня в ресторан Я сказал Ресторан будет недолго Вот увидите Мы посидим немножко там Ну полгода Самый большой Мы все равно выскочим Найдем людей Где-то чего-то Эти деньги, которые мы заработаем Зарядим кого-нибудь В конце концов И мы выскочили Все Хорошо Вот мы заговорили о карнавале Вот эта вот пластинка Вот насколько мне известно Она вышла Когда ваш ансамбль Еще играл в ресторане То есть это вообще Уникальный момент Да-да-да-да Кстати, да Потому что не все могли записаться На фирме мелодии Даже те, кто выступали профессионально А вы как ансамбль Работали в ресторане Мы записали насчет Кахановского Игорь Кахановский Пошел вам навстречу Да Ну потому что Потому что он поэт Да И он знал всех на мелодии И мы там С ним сговорились Что надо-да-да-да Что же мы будем Гнить тут в ресторане И потихонечку И после этого Буквально Не прошло полгода Мы уже ушли из ресторана А сколько песен На песен на тобой Ты когда-нибудь читал? Не знаю Около восьмидесяти Наверное Потому что у меня вышло Восемь магнитоальбомов Моих Без Кузьмина уже Моих Восемь магнитоальбомов В каждой По девять песен И плюс еще Одни Разные влеводим Думаю Я думаю много песен Воня Считал Восемь магнитоальбом Рай Что случилось Но уходит Из-под ног В этот раз Я этот брод Найти не смог Потерял контроль Уже На полпути Но нужно было бы мне Этот брод Обойти Неужели не найду Себе я сил Был я весел Был я весел А теперь Вот загрустил Материал Материал совсем Без сон Не ответил Но нужно было бы мне Этот дом Обойти Ты пойми Ты пойми я тону Ты пойми я тону Ты должна меня спасти Я иду ко дну Я ведь просто пивец Но не важный плавец Может все уже наконец Легким жестом рук Ты мне бросишь вдруг Спасательный круг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все случилось Как в классических стихах И судьба моя Теперь в твоих руках Я прошу покой Не прежний Возврати Но нужно было бы мне Этот дом Обойти Ты пойми я тону Эй Ты пойми я тону Ты должна Меня спасти Я иду ко дну Я ведь просто пивец Но не важный плавец Может все же наконец Легким жестом рук Ты мне бросишь вдруг Спасательный круг 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 Учебный мальчишка Ура! Хорошо, а что такое рок в твоем понятии? Как бы ты мог объяснить? Орок это чувство Хорошее чувство Какое-то чувство интригующее Чувство захватывающее Чувство волнующее Чувство свободы прежде всего Свободы Свободы вообще не существует Абсолютная свобода Да, но где-то какая-то подоплека свободы в руки есть А вот эта свобода и прилечает Это не значит свобода Пей, гуляй А наоборот свобода такая вот хорошая В хорошем смысле слова В этой музыке ты улетаешь просто От земной жизни улетаешь Она же в принципе Жизнь сама по себе Она такая Не очень хорошая Для любого человека Даже для богатого Все равно заботы Все равно напряженка А у богатых людей еще больше напряженки Я тоже снял Постоянная напряженка Да, постоянно напряженка Это люди просто не понимают Что это действительно Такой нервный стресс И вот в музыке Я не считаю себя богатым человеком Я просто о людях говорю Что жизнь вообще И немножко вырываешься из этой жизни Как бы в музыку Выплескиваешься Это свой дух И твое астральное тело Немножко кайфует Хорошо А религия это тоже Уход от Ну скажем От бытия От нормального существования Как ты относишься к религии? Я верю, верю Я верю в то Что я не обезьяна Понимаешь Это самое главное Хорошо Тогда один вопрос Понимаешь Ты вот веришь в рок Веришь в религию А между собой Они между прочим Не пересекаются То есть религия Рок не воспринимает Насколько мне известно Ну это Религия же разная бывает Я считаю Что прорыв творчества Бог хочет от человека творчества Я не думаю Что Бог не хочет от человека творчества Он дал это человеку Я не думаю Что талант Дал человеку дьявол А не Бог Я думаю Что все-таки Бог дал талант Если Бог дал талант Ну конечно Ты должен словословить Бога Песнопение петь Но это Каждый выбирает Сам Куда он идет Понимаешь Я думаю Что Дикая музыка Она действительно Может быть Это как Проделки сатаны Да Но хорошая Красивая музыка Я думаю Это все-таки Промысел Божий Это кажется Понятно Теперь Высшего разума Космоса Я не знаю Хорошая музыка Правильно Она не может рождаться Из каких-то Гнусных побуждений Понимаешь Я думаю Что нет Только из доброго Это мое хобби Я занимаюсь Рокмузыкой Всю жизнь Но Иногда для друзей А сегодня Вы мои друзья Вот я пою романс Мне вечно Не Весно Мне плод Куда Весно Да я бы Вброд Побрел На тихий Свет На дальних Смах Руки Но И за той Реки Назад Уже Возврата Нет У Ворот Горько Кричат Народ Пол одной Стакан Всего На треть У Ворот Горько Кричат Народ Горько Эту Сгуб Не Утереть Я Не Сойду С Ума Опять Придет Зима И снова Станет Лед Вверховь Рек И я Я К тебе Пойду По Тот Кому Пойду А Вода Водой Водой Белеет Снег Пойду Водой Водой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот они зря это делают, понимаешь, потому что думают, что вот влияние, ему нужно хороший продюсер и все, пока что я продюсирую, ну какой я продюсер, я сам музыка, стараюсь что-то там. В рок-музыку просто никто не вкладывается, на самом деле, в попсу вкладывают, не хотят, понимаешь. Тоже даже моральный кодекс взять, такая сильная группа на западном уровне, я считаю, она ничем не хуже, чем NXS, так же самое, но они все равно по бедности все равно живут бедно, нет у них. Раскрутки, где-то их чуть-чуть там светанут так для... Ну работают в клубах Швейцарии, там, то есть, ну, все равно нет такой машины, шоу... Ну раскрутки, да, у нас вообще, в принципе, с продюсерами... У нас продюсеры любят дешевый бизнес, понимаешь, как и многие другие, почему... Быстрый оборот, скажем так. Да, почему люди не занимаются производством, потому что хотят перекачивать деньги с одного места на другое, понимаешь, а рок-музыка, это производство, надо вкладывать деньги, чтобы поднять, и можно больше заработать, люди не понимают. Но не сразу. Хотят, да, не сразу, они хотят сразу. Там Пулькину, Швулькину, Пулькину, там, понимаешь, выпускают, и быстро деньги ловят, понимаешь, и все, как эти цыгане говорят. Но это же не годится. И поэтому у нас культура падает, падает уровень культуры во всех отношениях. Слава Богу, еще художники как-то держатся, они все-таки создают какие-то ассоциации, борются с этим творчеством. А рок-музыкаты, но они бессильные люди, а прожить их не хотят. Я дверь заварю, чай заварю, все окей, ведь я совсем один сегодня. Сегодня я плотно посмотрю, пел за круг, здесь жара, как преисподни мне, даже в дубы плень, мой одинокий день. Мне кости ни к чему, лучше так дому, все ели, ведь я свободен, словно птица. Мне неизвестен страх, все в моих руках, мне журавы так зиниться. Мне дарит свет и тень, мой одинокий день. Привет! Ай-й-й-о, сбежало молоко, только мне сбежать нелегко. Ай-й-й-о, только могу, но как дальше жить, не пойду. Ай-й-й-о, в деревьях не могу заснуть без тебя. Ай-й-о, свобода не беда, но куда мне с ней, ты туда. Ай-й-о, я песен закончу, музыку хочу, все окей, твоего не жду прихода. Я больше не шучу, целый день молчу. Вот и вся моя свобода, все, это трепетий день, одинокий день. Заводишь вперед! Ай-й-о, сбежало молоко, только мне сбежать нелегко. Ай-й-о, только могу, но как дальше жить, не пойду. Ай-й-о, в деревьях не могу заснуть без тебя. Ай-й-о, свобода не беда, но куда мне с ней, ты туда. Ай-й-о, сбежало молоко, только мне сбежать нелегко. Ай-й-о, только могу, но как дальше жить, не пойду. Ай-й-о, подышу деревья, не могу заснуть без тебя. Ай-й-о, свобода не беда, но куда мне с ней, ты туда. Ай-й-о, Ай-й-о, Вопрос к вам обоим. Ваши кумиры, мне кумиры нельзя звать, но люди на Западе или, может быть, в России, в Украине, я не знаю, которые вы их цените как музыкантов? Там очень много музыкантов. Так всех не перечислился. Ну, два-три, скажем так. Ну, Питер Габри, то же самое. Стинг. Ну, очень много. Можно до утра сейчас обечислять всех. До утра не надо. Брайан Адамус. Брайан Адамус, Браун Ферри, пожалуйста. Кто еще? Кто там еще? Хорошо, хожу. Нет, я просто... Брайан Адамус. Брайан Адамус. Я хотел задать вопрос на подивность, что если у вас вообще тот, кто нравится и тебе, и ему. Понимаешь? Кринс. Кринс, Кринс, Кривот и Вайвов. Наш любимый. Ему это понятно почему. Он мне нравится. Ему тоже. Детский телев, конечно. Он и вас. Я вас. Я вас. Фу Герти, он Фу Герти любил и привет. Да. Давно, Декона, Адамус, Брайан Адамус, Брайан Адамус. Это была соль за выступление Александра Барыкина на студии ТВ «Чернобыль». Эксклюзивные права за нами. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Осталось самое, ну, простое, наверное, это автограф. Чао-чао, моя любимая порода собаки. Так, здесь тоже. И на памяти сегодняшней встречи небольшие сувениры. Небольшие сувениры из платины. Да, скромно, год собаки, поэтому все из платины. Кто ж дал год собаки, видишь, я про Чао-чао не зря заметил. Чао. Как я люблю Чао-чао. Дорогая. Нет, не хватает. Не хватает. Чао-чао. Чао-чао. Но она стоит там миллиона, миллиона два надо сейчас. Надо же еще струны покупать, гитары, шмотки. Понял. Да. Все. Здесь есть. Значит, на память о Словодище это памятные знаки нашего города. Так, это ребятам. Ребятам без коробок. Так, это значок Чернобыльской атомной станции. Вот это значок отдел. Круто. На западе 25 долларов. Зарабатываете доллары приехали. Они активные, радиоактивные. Да, они так круто бьют. Заряжены. Так, еще ребятам я сейчас дам. Потому что я не ожидал, что вы придете всем коллективам. Это значок Словодище. Кому красный, кому синий выбирайте. Хороший, кстати. Подадеюсь. Я красный и синий. Ну и пожалуйста им, ребятам. Не, им я отдам, ребятам. Это вам. Им дадим. Я люблю значки. Я люблю значки. Как видите, Рыбин. Витя Рыбин, весь в значках. Дружок мой. Сейчас мои песни поют Дюна, кстати. Город Иванов. Потом музыка. Песня про Толстых. Потом, значит, Доктор Петров. Слышали песню? Да, да. Это моя песня. Наташа ее поет. Наташа поет. Это мои песни поют. Сейчас Валерия будет петь четыре моих песни. Сейчас новые альбом они готовят. Четыре песни они мне летом еще купили. Я им продал. Ну вот. Много там. Кальяна Ивановича. Музей любви моей. Потом у него Валентина песня. Я другим тоже пишу песни сейчас. Это как хобби. Не жалко. Не жалко, да. Так, и один... А, сестры Зайцевы вообще все мои песни поют. Видели, сестры Зайцевы две такие строчки. Да, да, да. Ну так, женщины в возрасте. Нет, они клевые, клевые. Это я большой человек. Так, и еще один значок. Это Александр, 15 лет со дня пуска первой атомной Виктор Сан Синов. Субтитры сделал DimaTorzok Стоял тогда космический лес За той зарёй, за той полоской Спустилась ночь, а день исчез За той зарёй, за той полоской Спустилась ночь, а день исчез Гордилась морем полума В лесу была ты ни одна И на суток, пока заря не залила И не пусть сказочную ночь Не трогала, пока ты прочь И никогда потом об этом не жалела И тишина нас обнимала И мир ночной для нас затих И стал космический лес вокзалом Вокзалом только для твоих И стал космический лес вокзалом Вокзалом только для твоих Катилась по небу луна В лесу была ты ни одна Была с тобой, пока заря не залила И эту сказочную ночь Не прогнала, а тогда ты прочь И никогда потом об этом не жалела И никогда потом об этом не жалела И никогда потом об этом не жалела И никогда, и никогда, и никогда И никогда, и никогда И никогда потом об этом не жалела И никогда, и никогда, и никогда И никогда, и никогда И никогда потом об этом не жалела У-у-у-у-у-у У-у-у-у-у-у Спасибо!